Ракета с первым космонавтом стартует прямо с ветки. Тут же среди иголок, на удивление, ботаникам выросла кукуруза, царица полей. Это Новый год в 60-е. Если в доме есть старые елочные игрушки, они расскажут историю и семьи, и страны. Мода на новогодние украшения менялась вместе с нами. В войну ватный Дед Мороз был партизаном. Затем мы гордились спутником, а потом в 90-е закинули советские игрушки в кладовки. И наряжали елки одинаковыми пластиковыми шарами. Тогда нам очень нравилось все западное, как там у них. Хорошо, что мода на свою историю вернулась. Теперь это называется винтаж. И в семьях снова радуются стеклянным космонавтам, белкам и зайцам из советских мультиков. Сейчас им посвящены целые выставки в музеях. Так что коробки со старыми игрушками, что весь год пылятся на антресолях, можно смело называть «Моя семейная коллекция». Как мода и идеология меняли наш Новый год, расскажет Алена Чернявская. Эта волшебная история началась далеко-далеко в Германии в 16 веке, когда елки украшали тем, что было на столе. Вафлями, яблоками, конфетами. Правда, не все украшения доживали до рождественской ночи. А куда-то исчезали. Куда? До сих пор загадка. Все изменил бедный стеклодув из городка Леуш. Перед Новым годом ему не хватало денег на сладости и фрукты. Но было огромное желание подарить детям сказку. Тогда фрукты и яблоки, и конфеты он выдал из стекла. И стал законодателем новой моды. Мода эта вскоре пришла в Россию. Игрушками и гирляндами впервые елку украсила Александра Федоровна, супруга Николая Первого. Елочный шар тогда стоил на минуточку 20 рублей. За эти деньги можно было корову купить. А за 200 целковых – целый набор игрушек. Или дом под Петербургом. Фабричное производство елочных игрушек в России наладили в годы Первой мировой войны. В городе Клин. Именно туда попали пленные немецкие солдаты. Они научили местных мастеров выдувать елочные шары и бусы. Пока Алеша развешивает мишуру, а Саша цепляет шишку, Света греет в руках снеговика. Скорее бы прикрепить Герду. Она примчалась из Дальнего Севера, спешила к празднику. Вот эта игрушка, она прям самая любимая с моего детства. Я ее очень ценю и ее очень люблю. А почему? Ну, она такая милая, знаете, как для девочек, для девочек. Такая куколка, я ее обязательно передам в следующем поколении, будем передавать. И надеюсь, что мои внуки и правнуки тоже сохранят эту игрушку, как мама для меня сохранила. Это сейчас они спокойные. А пару недель назад за право первым украсить домашнюю елку разгорелись нешуточные баталии. Это ведь настоящая магия. Как вы думаете, игрушки ночью оживают? А что они делают? Танцуют. Танцуют? А еще? Играют. Друг за другом, да? Да. Они, может быть, сражаются? Нет. Нет? Они хорошие. Оксана сверкающую реликвию бережет, как зеницу ока. Точно знает, в канун Нового года игрушки приносит сам Дед Мороз. И аккуратно складывает на верхней полке в кладовке, в мишуре, чтобы не повредить. Эту Оксана берет первой. Сколько я себя помню, столько вот они у нас есть. Это был уют. Это был дедушка, наряженный Дедом Морозом. Это была живая елка, которая пахла безумно на весь дом. И украшения, которые были для меня волшебными в детстве. Потому что доставались только перед Новым годом. Игрушки-часы, на которых стрелки застыли без пяти двенадцать, стали популярны в пятидесятые. Накануне вся страна влюбилась в Людмилу Гурченко. Пять минут, пять минут, помиритесь те, кто в ссоре. Вообще, эра советской игрушки началась со статьи секретаря обкома партии Павла Постышева. Заголовок кричал «Давайте организуем детям хорошую елку». А в колонном зале в Москве в 35-м году советским детям представили впервые роскошную новогоднюю елку. Украшена она была вот такими игрушками, серпом и молотом. Ходили слухи, что на елке были даже шары с изображением Сталина, Ленина, Маркса и Энгельса. Расписывали их вручную мастера-артельщики. Во время Великой Отечественной начинают выпускать игрушки из ваты по пьемаше. Но только перед Новым годом, ведь все для фронта, все для победы. В тылу и на передовой елка напоминала о мире. Ее украшали перегоревшими лампочками, бумажными самолетиками. А это Дедушка Мороз партизан. Вот видите, ружье. Ходила легенда, что во время Великой Отечественной Деду Морозу некогда мастерить детям игрушки, и он партизанит в лесу. С таким бойцом фашистский зверь точно не пройдет. Особенно были памятные изображения детей в разных тулупах, шапочках, шарфиках, что можно по этим игрушкам понять, как дети одевались в тот период времени. Новогодние игрушки – зеркальные отголоски времени. Кукуруза, 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 царица полей выросла на еловых ветках в разгар хрущевской компании. И пусть кукурузные эксперименты не принесли желаемого результата, зато навсегда вошли в историю елочных украшений. Еще в 60-е на елках застыли сосульки – символ хрущевской оттепели. Многие игрушки были на прищепках, чтобы удобнее крепить. Также представлены бусы из стекляруса. То есть это просто стекло такое? Стекло очень тоненькое, да, вот это и вот на ниточке насаженное. Многие отцы уверяли своих сыновей, что вот такой хрупкий стеклярус – это космический спутник, который бороздит изо дня в день просторы Вселенной. А это Гагарин. Он только что вернулся из космоса и приземлился прямо на еловые ветки. На этой ракете он полетел в космос? Ну, это так можно сказать. И в каждой семье хранили вот такие, будто бумажные игрушки из дрезденского картонажа, склеенные из двух половинок тисненного картона, посеребренные краской. Рыбки, коньки, горбунки часто мастерили своими руками. Чем характерны игрушки советского периода? Тем, что они были сделаны, да, с душой, с теплотой и для детей. Потому что каждый ребенок, когда украшал елку, рассматривал эту игрушку, да, какой персонаж там сказочный, снеговики, Деда Морозы, крокодил Гена вот у нас на елке тоже висит. В конце 80-х и в 90-е в моде дождики из металлической фольги. Часто ими завешивали елку так, что ни иголок, ни игрушек не разглядеть. Шары тогда выпускали уже из пластика. Так дешевле и практичней. Без осколков, на счастье. Сегодня игрушечный бал правят лаконичности монохрома. Игрушки пастельных, ярких тонов. Выбор огромный. Еще в тренде вот такие вот эко-игрушки из натурального дерева, фетры, мешковины и игрушки, которые можно сделать своими руками. А можно украсить елку, как раньше, яблоками и конфетами, а что необычно, красиво и вкусно. Знаете, наверное, не так важно, как именно украшена ваша красавица. Главное, что елка с игрушками дарит то самое настроение, светлое настроение праздника, от которого жить как-то легче и лучше. Алена Чернянская, Игорь Нежиленко, Отражение.